снова здорово господа на связи роман и канал фрисан games у нас галактика героев что нас сегодня ждет во первых давай заскочим на великую арену и посмотрим про атаковали ли нас и слились ли мы нет нас не про атаковали но у него есть еще час двадцать давай взглянем мимо здесь мимо у нас не атаковал еще ладно подождем может концу ролика про атакует допустим дальше мы смотрим хорошо хорошо отлично в комнату для никита я с тобой не существует не существует так не существует никита сарямба так едем сюда забираем а сегодня мы будем с тобой учиться играть на злорадстве многие пишут в комментарии поигла и поиглай поиглай за злорадство и почему бы нет тем более что надо учиться соответственно мы сегодня с тобой и проведем 5 боевок все 5 которые положены не вовремя их надо делать за час до призов но тем не менее мы их проведем так слив нки у нас сразу же идет нам надо добить боск осталось-то всего ничего 12 осколков блин можно было бы 16 купить но я не буду херня хернять этой с родой то есть страдать этой херней так один осколок и еще нет понятно один осколок всего выпал да мы можем его так еще месяц добивать ладно здесь тогда у нас все отправляемся мы с тобой сразу же в корабли и давай хочу гиену гиену мне дай пожалуйста я сначала делаю заход на 2 теперь за делаю заход на 3 и делаю еще заход на 3 есть каждый раз упала минимум по одному осколку блин вот можно было бы купить 8 и тогда у нас получится 66 и будет сразу еще плюс 1 звезда ну давай купим ладно для видосика почему бы и нет порадуемся немножечко сами и порадуем всех остальных вот те пожалуйста пятая звезда гиена почему бы ой хору это мы тоже с тобой возьмем так гиена есть отлично но и все хватит кристаллы на сегодня сливать и так сли уже получается 150 800 950 почти тысячу охренеть охренеть я жгу не по-детски сливаю просто-напросто в никуда хорошо дальше я еще куда энку должен потратить на b1 энергия флота у нас сюда уходит давай два и еще два есть к утречку накопится энергия я еще естественно b1 пофармлю и дроиду куда до звезды осталось-то всего ничего ну давай разок мы потратим ничего не упало но по разику хотите такое себе мероприятие конечно никуда не годно ни разу вообще не интересное пошли мы сразу еще с тобой знаешь куда сходим на войну за территории посмотрим что мы сможем с тобой сделать я кое-какие пачки выставил в защиту естественно и кое-что у меня осталось для атаки смотрим клоны падмы клоны падмы клонной 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 сестры клонной 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 клон Я не буду спешить, не потому что я не хочу, я хочу на видео наоборот, это даже интересно, но я не хочу спешить по той причине, что если вдруг где-то окажется, нужна будет крепкая пачка древона, а она слита, то здесь как раз уже, так сказать, моя пачка и подвернется, да? Да, так, идем сюда дальше, в испытания смотрим, конечно же забираем, почему бы и нет, по рейдам мы с тобой везде добавились, смотрим, симуляция включена, хорошо, здесь я вступаю и смотрим трею, я же хочу еще собрать пак ситхов, второй, чтобы у меня был, ищу ситхи, ищу ситхи, трея, 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 вот она, два осколка не хватает, два осколка, Это следующая гтс, это следующая гтс, и тогда у меня будет трея, естественно, уже в 7 звезд, и я могу спокойненько, спокойненько ей поднимать тир, по ситхам у меня что? У меня, естественно, малок, пбшечка, штурмовик, древон и ашка уходят в один отряд, дальше идет трея, няха, сион, вейдер и палыч, пока что, нет, не вейдер и палыч, палыч и траун идут во втором, Второй отряд, остальные пока ждут, прав был тот человек, который сказал, что надо мне штурмовика ситхов также выкачивать, потому что формально из ситхов можно сделать сколько? У нас здесь получается 6, да 6, это 12, и плюс 4, 20, 4 пачки можно сделать, 4 пачки можно сделать, допустим, мы убираем отсюда импер, империю ситхов выкидываем, да? Дальше мы берем трею, няха, сиону, сиона, ставим туда мародера и убийцу, вот у нас еще, пожалуйста, тебе отряд, дальше мы берем дарт мол, сидиус, саваш опрес, штурмовик ситхов, блин, а пятый-то кто? Почему я не считаю императора и дарт вейдера? Потому что они уходят к имперцам, а у меня имперцы не какущие, но там опять же траун, там опять же траун, ладно, я по кумеку, я по кумеку, а ты можешь, кстати, в комментарии, если что, еще написать, какой бы ты отряд хотел бы увидеть. Почему бы и нет? Если отряд хороший, то можно его собрать, я, ты же знаешь, я за любой кипиш, кроме голодовки. Так, перезапуск мы тоже здесь быстренько делаем, а вообще знаешь, что, хорош мумум, у нас в любом случае еще перезарядка будет на арене флота, и чтобы зря время не терять, мы сразу же с тобой отправляемся. Я сегодня попробую стратегию от человека с ником, знак вопроса, знак вопрос, 6 знаков вопроса, за 21 место мы будем с тобой воевать. Он говорит, что ставь в первые ряды гиену, гончую и шпиона, гончая, шпион у нас, ты шпион? Шпион, да, ты шпион, шпион и гиена. Дальше из-под крепа у нас вылетает стерва. Стерва, 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 вот она, стерва, пожалуйста. И остальные, это санфак, получается, и солдат. Ну а кто еще остальные, я не знаю, кто еще остальные. У нас, в принципе, это больше никого нет. И пишет, он нам по стратегии битв ничего, но он таким раскладом занимает топ-2 на своей арене. Хорошо, давай попробуем, почему бы и нет. Так, мы прилетели, мы взлетели. Ага, допустим. Массовый удар, что у нас делает? Урона снижает их атаку на 2 хода. Их атаку на 2 хода. И призывает еще сразу же стервятника. Ну давай. Допустим. Ну я так же умею, если что. Ай, больно было бы, но нет. Вот гиену бить не надо. Раскинули пильщиков. Так. Сейчас мы можем стерву призвать. Давай, призываем стерву. Есть. Пильщиков раскидывать бессмысленно, они у нас уже есть. Я правильно понимаю? Блин, вот это плохо. Так, надо с гиены снимать дебафы срочно. Какой клык у него живучий. Ну это опять же не у него клык живучий, а у меня слабенькие кораблики. Так, отлично прошло. Сейчас гиена походу огребать будет. Так, пильщики все ушли. Блин, нам надо так-то вот этого забирать. Он потому что сейчас массовкой может долбануть хорошенько. Есть, забрали. Минус гиена, минус стерва. Минус гиена, минус стерва. Так, ну давай мы тогда солдата вызовем. Блин, я что-то не могу совершенно научиться ими играть. Как-то тяжело. Хотя казалось бы. Здесь еще сказывается низкая звездность у кораблей. Они достаточно быстро разваливаются для того, чтобы... Ой, хорош. Чтобы придерживаться какой-то стратегии. Так, минус... О, минус все. Все понятно. Все понятно. Это мы затянули просто-напросто. А затянули почему? Потому что не могли забрать клыка. Они могли забрать клыка, потому что слабенькие. Так, ладно. Не зашла нам эта стратегия. Пока что не получается. Попробуем мы под нашей старой доброй стратегией. Так, здесь мы что покупаем? Куда покупаем? Кого покупаем? Либо стратегия не зашла, либо я ее не понял. Что тоже вполне может быть. Здесь пока пусто. Ага. Ну, здесь давай затариваемся по Береку. Это нам с тобой пригодится. Здесь, естественно, дзетку. Потому что мы потратились на Гривуса. Прикупить мы здесь ничего не можем. Да и не будем. Так, дашь мне 5 осколков молока? Нет, не дашь. Скотина жадная. 205. 205. Это мне не хватит ни на что из того, что мне надо было бы. А вот здесь уже неплохо. Ну, вот здесь уже неплохо. Вот сюда. Альфу нам надо прокачать. Что-то мне еще говорили насчет IG 2000. Вот он. Да. Ну, сам-то IG 2000 у меня в 7 звездах. Пилот, по крайней мере. А вот корабль-то нифига ни разу. Нифига ни разу, к сожалению. Ладно, допускаю такую вероятность. Есть. А что у нас еще не пройдено? Испытания флота у нас не пройдены, да? Да, испытания флота не пройдены. Давай мы будем забирать. Ой, 290 тысяч. Обычно мне падает 155, если я не ошибаюсь. Либо 190. 190. Нормально. Нормально. Давай еще. А то я немножко потратился. Я 10 лямов потратил на хренового гривуса флагмана злорадства. Ты опять рука прилипла к моему ебальнику? Ну-ка, отстань от меня. Отстань от меня. Уйди куда-нибудь подальше. Рука прилипала. Как она меня бесит. Так, битв на арене отряда. Битв кантинной 3 и модули. А, кстати, по модулям. Я один модуль пытаюсь поднять. Я не уверен, что у меня это получится. Но, тем не менее, мне нужны модули на клонах. Клон штурмовик. Файвс. Смотри. 16 скорость. Все 4 апа ушли в скорость. Если уйдет еще и пятый. Ну, это где-то, наверное, 20-21, если повезет. Плюс перегон в следующую категорию будет 22. Не то чтобы много, но это хорошо. Любой модуль за 20, который переваливает, это уже автоматически классно. Дальше. Грива, грива, грива. Надо реликвии ему поднимать, подтягивать реликвию. Почему бы и нет? Он пригодится нам, как и на ВАА. Плюс еще скорость флагман удаст. И пошли на арену отрядов. Посмотрим, что здесь за херня творится. За 104 место мы с тобой воюем. Пошли. Пошли, повоюем. Сейчас мы знаешь, как сделаем? Мы с тобой сходим сюда на арену. Падло, первый сходил. Мы сюда сходим с тобой на арену. После этого пойдем на арену флота. И я буду ставить паузы. Я буду пропускать ожидания, потому что нам формально здесь-то нам особо делать нечего. В самой игре у нас все пройдено. Но чтобы, опять же, время не тянуть. Я буду ставить на паузу. Так, давай массовочку тоже бахну в ответ. Метку кинули. Отлично. Блин. Ну хрен с ним. Давай добьем. Так, Ашка забираем. Есть. Салдафон. Ушел. Ну мало-кво второй реликвии его, так что он не страшен. Есть. Я сегодня седьмую реликвию Малака уделал. Прям было приятно. Ашка способен его ваншотнуть на самом деле, но не всегда. Я заметил такую особенность, что когда у Малака полное здоровье, то его намного чаще ваншотает. Так, у нас еще две минуты есть, да? Да, здесь мы можем что-нибудь кому-нибудь. Дзету Кеноби? Нет, пока не буду ставить. Вот этого деталья нам не хватает. Где бы его найти? А, он за Энку флота. Подожди, и не только за Энку флота, еще и за простую. Но сейчас, кстати, не до него. Очень хотелось бы, но нет. Это у нас какой? Как раз 12-й тир. Последний 12-й тир. Я могу купить так-то 25 деталек. И останется нафармить всего 3. Но я не буду этого делать. Мы сегодня и так сильно просрались. Я добью все-таки до 10 тысяч кристаллов. И потом уже буду, если что, тратить все излишки. Спрашивали у меня опять же, где, откуда столько кристаллов. Ребят, коплю. Просто-напросто коплю. Я делаю по 3 докупа в день. Каждый день. А это всего лишь 150 кристаллов. Траты. 150 кристаллов. Дальше. Арена. Призы я получаю. Прохожу ее в топ-100. Я всегда залетаю. Это сотка. Дальше. Флот. Арена флота. Призы. 50. То есть вот автоматически окупается. Все остальное идет прибыль. Прибыль откуда? В основном от дейликов. Потому что каждый дейлик здесь 2, там 2. За выполнение дается 27. Плюсом еще открывается, естественно, призовой ящик за ежедневное задание. То есть здесь могут выпасть кристаллы. Обычно их там падает 10, 15, 20. Редко, но встречается такое, что может выпасть сразу 250. Бывает. Бывает. Поэтому как-то оно копится. Вроде кажется, да? Там 2. Там 2. Там 27. А ты их все суммируй и так каждый день. А нота на то и набегают достаточно быстро. Вот сейчас у нас 8, 405. Посмотришь, следующую серию мы будем записывать. Уже получается, когда будет Великая Арена выйдет. Посмотришь, сколько будет в следующий раз. Сколько дней пройдет и сколько будет в следующий раз. Так, у нас 37, 36, 35 секунд. И мы меняем с тобой тактику обратно. Мы берем Гиену. Мы берем Санфака. Мы берем Стерва. Ну блин, Стерва же... Она это самое... Стерву изначально я не знаю, какой смысл нам брать. Почему? Потому что Стерву мы в любом случае призовем. Клыка. Вот я не вижу смысла брать опять же клыка в основу. Только в подкреп. Почему? Потому что мы и так стартуем с двумя танками. Менять одного танка на другого. Шило на мыло. Давай сейчас покумекаем. Смотри, всех убираем. Кого мы берем точно? Гиену. Вот Гиена вообще без разговоров сразу залетает. Дальше кто? Санфак получает провокацию с первого хода. Если есть положительные эффекты на враге. Да? Да. Мы можем взять солдата и шпиона. По идее. Давай попробуем взять солдата и шпиона. В подкреп мы с тобой закидываем стервятину, клыка и санфака. Ну санфак зачем? Еще танка и еще одного. У нас и так их много. Какой смысл? С кемитара? Давай же тебя возьмем. Надо поэкспериментировать немножко. Так, ну смотри. Сейчас мы призываем с тобой стерву. Есть. Эти уходят в инвиз. Призванную стерву забомбили. Ничего страшного. Это не наш основной корабль, поэтому ничего страшного в этом нет. Дальше мы с тобой призываем как раз таки к стерву нашу основную. Есть. Она пильщиков раскинула. Блин, нам не хватает огневой мощи. Дико не хватает огневой мощи. Дебафы снять с кого? Ну давай. Прицепили пильщиков называется. Минус гиена походу. Давай сюда прицепим пильщиков. И толпой будем месить. Все, пильщики ушли. Так. Подкреп мы вызвать не можем. Ну что, у нас нет свободных ячеек. Так, минус шпион и минус гиена. Вот сейчас если заберут у меня солдата, то это все. Это конец, приплыли, приехали. Нет, не забрали. Я успеваю вызывать гончую. Но в любом случае он сейчас массовкой ударит и все. Нам и так, и так, как взда. Это стервы исчезают. Все. Да. 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 И еще раз да. Что-то надо менять. Ладно, пока пауза. Ну что, следующая боевочка у нас с тобой готова. Что-то я не понял, почему мы уперлись в это 21 место. Пошли за 22-ое воевать. И по инструкции дяди Сережи. По инструкции дяди Сережи. Стерва, гиена, санфак. Так, санфак. Гиена. Стерва. Дальше в подкреп. Клык. Солдат. Шпион. Окей. Помчали. Попробуем так. Попробуем так, почему бы и нет. Дядя Сережа умный человек знает, что говорит. Так, хорошо. Первый скилл Гривы всегда Масуха, либо второй скилл, который снимает дебаф и призывает союзника. Второй скилл всегда на Гиену, а на своим ударом снимает дебаф самого слабого Сепара. Плюс второй скилл Гривы дает перегруз, а для Гиены это доп. броня. Допустим, давай, почему бы и не сделаем. Так, есть. Оглушить не вышло, плохо. Раскидываем. Так. Дальше что у нас? Ну, все получается. Дальше играй, как хочешь называется. Ладно, это у нас что нам дает? Выселение защиты, дополнительная защита. Так, я понял. По санфаку решил долбануть, но это ты хорошо правильно придумал. Так, давай сюда. Дальше мы можем Масухой долбануть, либо долбануть. А, или бы призвать. Нет, давай Масухой долбаним. Еще одна стерва у нас нарисовалась. Так, ты прилетел. Здравствуйте. Минус стерва. И обратно стерва, допустим. Так, здесь нету пильщиков. Нету пильщиков, это плохо. Надо кидануть. А где взять? Давай вот так сделаем. Окей, пильщики, пожалуйста. Обычная атака пошла. Еще обычная атака. Живучий гад. Очень живучий гад. Так, кто ходит? Стерва, 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 стерва. Ну давай. Допустим, снимаем. Дебаф из гиены. На тебе еще пильщиков подкину. Бьем. Не выходит. Не выходит у нас не хватает огневой мощи. Мы не можем забрать даже клыка, понимаешь? У нас три стервы, и мы не можем забрать клыка. Ну и теперь забрали. Ну какой смысл? Уже поздновато, мне кажется. Теперь давай клыка мы вызываем. Под крепки даем его. Раскидываем. Блин, кого бы забрать, кого бы забрать. Давай тебя заберем. Блин, массовка пошла. Ой, хорошо. А может и не хорошо. Если погиене сейчас бахнет, то все, это песос. Это песос, это привет приплыли. Все. У меня все стервы, потому что призывные. Следовательно. Какой я могу сделать вывод? Вывод я могу сделать такой, что нам нужен крепкий танк с первой секунды боя. Это либо санфак, но санфак у нас не стоит. Либо гиена, но она слабенькая, то есть мы должны санфака заменить на гончую. Все остальное оставить таким же. По идее. Ладно, сейчас подождем и еще раз попробуем. Я тут, кстати, в комментариях прочитал еще. Говорят, что типа арена у меня слабая, арена флота, потому что здесь чувак на первом месте тоже со злорадством, где дроиды по 4-5 звезд. Во-первых, он уже не на первом, а на третьем месте, а во-вторых, стоит учитывать, что допустим санфак тот же самый у него в реликвиях. То есть да, дроиды так себе, но остальные-то у него все корабли в реликвиях, поэтому но-но-но. Арена у меня далеко не самая слабая, к сожалению. Так, берем клыка, санфака кидаем в подкреп. Давай попробуем так. Так, либо я что-то делаю неправильно, что вполне может быть, либо я все-таки, либо у меня не хватает просто-напросто, скажи мне, я тебе скажу, не хватает мощностей моим кораблям. Так, раскидываю. Есть, теперь давай попробуем тебя забрать. Ну, почти. Ну, почти это у нас не считается. Скотина-собака, ну ты посмотри, а? Ну, если что, гиена поможет. Так, ты не гиена, да? Ты не гиена. У нас либо боска, либо санфака. Давай санфака попробуем забирать. Так, массово по всем ударим. Плюс еще одна стерва. Так, ты опять же не гиена, к сожалению. Так, есть. А вот ты гиена. Давай тебя заберем. Да ебтель. Санфак ушел. Мой клык ушел. Это плохо и печально. Так, на тебе пильщиков нету, да? На немножко. Ну, просто чтобы были. Так, призываем кого? Санфака призываем. Нам нужен танк. Есть. Так, на нем висят пильщики. Ой, отлично, прям улетел. Ай, больно. Тебя забираем. Давай, гиена, стреляй. В инвиз тебе не поможет уже. Так, снимать дебафы. А с кого дебафы снимать? Дебафы снимать не с кого. Обычной своей атакой ходить. Не, давай все-таки на гиену кинем. Не добили. Теперь добиваем. Есть. Ну, слушай, здесь прошло. Здесь прошло, но не знаю. Либо я что-то сделал правильно, либо просто соперник слабее. Допустим, у нас есть еще одна попытка в любом случае. И мы с тобой... Ой, за 17 место против злорадства. Злорадство против злорадства? Не, я пас. Против переговорщика. За 18. Страшно. 19 переговорщик. 20. Ну, здесь уже тоже, наверное, всех реликвий. Нет, не в реликвиях. Вот Энни надо бы забрать. Если Эннича заберем, то, может быть, что-то и выйдет. Но это не точно. Это не точно. Так, 21-ое. Это то, что мы с тобой не смогли забрать. 22-ое мы тоже пробовали, не смогли. 23-ое уже мы. Получается, что... Либо мы идем на злорадство. Но здесь у него пацаны в реликвиях. И дроиды седьмые. Либо мы идем на переговорщика. Тут не то, что реликвий. Тут даже нету золота. И Эннича нет. Блин, ну это переговорщик. Это переговорщик. Надо взять паузу. Ну что, я все-таки рискнул. И, наверное, схожу на 18-ое место. На переговорщика, так как Боск в золоте. Кто ты? Ты у нас файвс. Файвс у нас даже не в золоте. И Энакин без реликвий. Но, опять же, это остается переговорщик. Остается переговорщиков. Но, тем не менее, мы все-таки попробуем. Почему бы и нет? Формально мы ничего не теряем. Давай. Так, он ходит первым. Он быстрее, я это понял. Так, минус стерва. И обратно стерва нам вернулась. Теперь бы нам рыцаря-джедая Энакина. Давай мы снимаем дебафы с Гиены. Призываем еще одну стерву, допустим. Блин. Рано сняли. Рано сняли. Очень рано сняли дебафы с Гиены. Так, раскидываем. Допускаю такую вероятность. Но это слив, скорее всего. Это, скорее всего, слив. По клыку ударить. Или накинуть. Давай еще накинем сверху. Не буду пока по клыку бить. Не вижу смысла, честно тебе скажу. А вот подкреп я вызову. Что-то я опасаюсь, что как-то быстро сольемся. Хоть чуть-чуть-то подержаться надо. Так, Гиена. Гиена бьет у нас Энакина. И все бьют Энакина. Отлично, шикарно. Так, бьем ложем вот этого пацана. Теперь у нас остается клык. И кто еще? Блин, Асока. Асока это плохо. Так, на тебе. Немножко сверху и по всем. Так, 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 так. Ты кто ходишь? Ты санфак ходишь. Допустим. Ага. Асока. Блин, а на ней же не было пильщиков. Вот если бы все ударили, было бы, конечно, поинтереснее. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, слушай, мы живы. Мы живы, мы можем даже подкреп вызвать шпиона. Так, есть. Есть, есть, есть. Давай попробуем Файвса забрать. Отлично. У нас бомбочки будут рваться, да? Это плохо. Вот у бомбочки ночевой гиену не трогайте. Ай, давай по клыку ударим. Потому что Асока может очень больно дать сдачи. Вот так вот. И плюс еще одна стерва. Кто еще? Плокун. Говорят, плокуну надо забирать вообще моментально. Но мы не можем этого сделать. Потому что провокация висит на боске. Но у нас сейчас перезарядится наша ульта. Так, давай по плокуну ударим. Есть. Вот тебе. Блин, у него контратака висит. Он сейчас сразу их снимет. Да, мне дядя Сережа об этом говорил. Под контратаку нельзя кидать пильщиков. Прощайте, пацаны. Просто сразу прощайте. Кто бьет? Санфак бьет. Блин. Ну давайте, пацаны, напряжемся, пока есть такая возможность. Так, давай плокун. Да, должны затащить. Да, слушай, затащили переговорщика. Затащили переговорщика. Но получается, короче, мне что надо? Мне в любом случае надо поднимать звездность звезды и гиене и стерви. Они очень слабые. Они не справляются. Гиена не стоит так, как должна стоять. Стерва не бьет так, как должна бить. Дальше. А санфака в основу брать мне не имеет смысла. Надо ставить клыка. Он дольше стоит. Кстати, запомни, на начало видео, вспомни точнее. Мы бились за 104 место. Теперь бьемся за 52. Но сейчас мы сольемся. Знаешь почему? Потому что я проигрываю по скоростям. Так что здесь мы, к сожалению, сливаемся. Ну, ладно, в принципе, ничего страшного. В любом случае, неплохо поднялись. Так, на тебе. Сюда немножко. Блин. Боль. Боль и адские страдания. Метки нет, метки нет. Но тогда остается только так. Минус мой древо. Минус все остальные мои. Ладно, так. Давай тогда в солдата пульнем. Да, но я говорил, что это слив, потому что мы по скоростям жестко проигрываем. Если бы у меня хотя бы ПБшка выигрывала по скоростям, тогда другой разговор. Но здесь мы проигрываем прямо вот все и сразу. Ладно. Комментарии. Жду от тебя, опять же, с ошибками по флоту. Именно по флоту. Надо учиться играть за злорадство. Очень хочется научиться играть, потому что мы давно к нему шли. И мы наконец-то пришли хотя бы к пяти звездам. Соперник на великой арене меня до сих пор не атакует. Я не знаю, что это может быть. 25 минут до конца. Я надеюсь, что если и начнет атаковать, то не успеет. Поэтому результат я оставлю в закрепе под это видео. Ну а ты подписывайся, ставь лайки и да пребудет с тобой сил.